В Астане до конца текущего года появится второй специализированный центр обслуживания населения. Его откроют в здании столичного вокзала Нурлышол. Ожидается, что здесь можно будет поменять свои водительские права и зарегистрировать автомобиль. Для удобства посетителей здесь организована просторная стоянка, секторы самообслуживания, кассы и терминалы. О других нововведениях в сфере автомобильного транспорта расскажу в ближайшие 10 минут. Всем привет, меня зовут Сергей Корняков. Вы смотрите программу «Драйв». Поехали! С ростом количества транспортных средств в столице Казахстана увеличивается и спрос на государственные услуги, в которых нуждаются автолюбители. Второй специализированный центр обслуживания населения в Астане должен разгрузить имеющийся спецсон. Государственная корпорация правительства для граждан постоянно улучшает и совершенствует систему предоставляемых услуг. Были внесены изменения в правила государственной регистрации учета. Был отменен осмотр транспортных средств за исключением первичной регистрации на территории Республики Казахстан, приобретенные не у официального дилера. К примеру, если вы проверили транспортное средство из-за рубежа, без участия официального дилера, при первичной регистрации требуется осмотр криминалиста. В госкорпорации отмечают, что теперь автолюбители могут заменить свое водительское удостоверение и зарегистрировать транспортное средство, не выходя из дома. В онлайн-режиме, на портале электронного правительства. Получить такие услуги можно самостоятельно при помощи электронной цифровой подписи или же в секторе самообслуживания спецсона. Такой сектор будет работать и на столичном железнодорожном вокзале Нурлыжол. Кроме того, были отменены медкомиссии при замене водительского удостоверения до истечения его срока. Также сокращается срок изготовления дубликатов намерных знаков для жителей города Астаны. Составляет 5 дней, для других регионов 15 дней. А также появилась возможность выбрать государственный регистрационный намерный знак при желании. Что есть в наличии УРЭП. В рамках программы «Цифровой Казахстан» полицейских в нашей стране обеспечат электронными планшетами для составления административных протоколов. Специальный батальон столичного департамента внутренних дел уже полностью оснащен такой техникой. Полк местной полицейской службы пока на 30%. До конца текущего года стражи порядка обещают полностью обеспечить электронными планшетами. Дополнительно будет закуплено 700 таких устройств. То есть вот эти планшеты, на котором инспектора составляют административные протоколы. И при составлении административных протоколов там подтягиваются все данные. К примеру, данные о водителе, о транспортном средстве. А также находится ли транспортное средство на криминальном учете, в угоне, в розыске. Либо сам водитель, если находится в розыске, это все видно на планшете. После составления административного протокола материал поступает в базу данных ЯРАП. Поступает он в онлайн режиме, моментально. И у человека, у водителя есть возможность, после как составили на него административный протокол, сразу же пойти оплатить в банки, в банках второго уровня. Также он может оплатить через мобильное приложение. Закуп планшетов осуществляет Акимат в рамках государственного частного партнерства. Электронное устройство выдается каждому инспектору. Полицейский после идентификации с помощью личной электронной цифровой подписи подключается к системе и начинает работу. Планшет при составлении с этим материалом попадает в моментальную базу. Сразу. В онлайн режиме. Он, получается, не сливает, а именно сразу же попадает. Составили протокол, моментально попадает уже в базе. То есть ему не надо вечером проходить, сдавать административный протокол, командиру, проверить. То есть это приходит сразу в онлайн режим. Соответственно, нет необходимости ни водителю, ни пешеходу приходить, то есть, извиняюсь, инспектору приходить и приносить какие-то бумажные протоколы. С помощью планшета протокол составить занимает в районе 5 минут, даже, можно сказать, меньше. Раньше на бумажных носителей уходило порядка 20 минут. То есть составить административный протокол, вынести постановление, проверить его по базам данных, запросить по рации. Сейчас этого всего нет необходимости проверять. Сейчас это все подтягивается с базы данных МБД, ИБД. И затраченное время где-то в районе 5 минут даже меньше. С начала года столичные полицейские с помощью новых технологий выявили 165 тысяч нарушений правил дорожного движения. Их зафиксировали камеры Сергек. Сумма штрафов превысила 1 миллиард тенге. Чаще всего водители нарушают правила дорожной разметки и превышают допустимую скорость движения. BMW показал X7 в новом видео. Закамуфлированные тестовые прототипы в рамках насыщенной программы и испытаний проездили практически по всем типам ландшафта в различных уголках мира. Были и тест-драйвы на льду и снегу за полярным кругом, забеги по пустыням и гравию под палящими лучами южноафриканского солнца, езда по городским джунглям, чередующаяся с поездками по ветреным загородным дорогам и магистралям. В конце 2007 года производитель анонсировал начало производства этой модели на мощностях американского предприятия в Спартенберге. Внешность серийной модели схожа с концептом. Крупные ноздри, решетки радиатора, головная оптика и задние фонари практически не отличаются от тех, что были установлены на прототипе. У X7 будут не только самые большие габариты в линейке бренда, а также трехъядерный салон. Ожидается, что на начальном этапе автомобиль будет предложен с трехлитровой шестеркой и восьмеркой объемом 4,4 литра. В дальнейшем, вероятно, будет гибридная версия. Скорее всего, BMW X7 будет представлен в ноябре на Лос-Анджелесском автосалоне. Ключевыми рынками станут Соединенные Штаты, Китай и Россия. Японский мини-вэн бизнес-класса набрал спортивную форму с равен. В ателье разработали для мини-вэна новый обвес, чтобы придать ему более агрессивный вид. Подобрали стильные легкосплавные колеса и установили пневмоподвеску, существенно занизив автомобиль. Комплект обвеса включает передний спойлер с интегрированными дополнительными светодиодными огнями. Боковые юбки, большой спойлер на крыше и задний диффузор со встроенным противотуманным фонарем по центру в стиле болида Формулы-1. Тюнингованный Toyota Alphard упаковали также четырехствольной спортивной выпускной системой с двойными патрубками из нержавеющей стали, интегрированными с диффузором с левого и правого края. О других технических апгрейдах ничего не сообщается. Доработанный специалистами Brabus Cabriolet Smart 4 II получит индекс 125R. Ключевыми особенностями новинки стали уменьшенный на 30 мм дорожный просвет, разноразмерные передние и задние колеса и трехствольная выпускная система в стиле итальянского суперкара Ferrari 458 Italia. Ателье построит всего 125 таких машин стоимостью почти 40 тысяч евро в каждой. Тюнингованный вариант способен набирать первую сотню за 9,2 секунды и разгоняется до максимальной скорости 175 км в час. Кроме технических доработок в Brabus установили в кабриолете кожаные спортивные кресла, добавили на педали алюминиевые прокладки, анодированные подрулевые лепестки, переключатели и рычаг ручника. Все наши программы об автомобильном транспорте в Казахстане вы можете найти на сайте 24.kz. Вы смотрели программу Drive. Меня зовут Сергей Корняков. Увидимся. Продолжение следует...